Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео под названием «Как быстро убрать живот и превратить его в пресс?». Сейчас я раскрою вам следующие темы. Мышцы живота и висцеральный жир, инсулин, перекусы, стресс, ошибки в тренировке пресса, продукты, которые стимулируют жиросжигающие гормоны и сами сжигают жир. Все коротко и четко, по делу самая суть. Слушайте внимательно. Мышцы живота – это важный каркас. Прямые мышцы живота – это группа мышц визуально, понятных каждому как кубики на животе. Они нужны как каркас, чтобы, грубо говоря, кишки не вываливались наружу и не отвисало пузо. Если живот при расслаблении мышц пресса выпирает наружу, обвисает, то у вас больше висцеральный жир, нежели подкожный. Тогда срочно необходимо изменить свое питание, без коррекции питания, не убрать висцеральный жир, как бы вы ни занимались физически. И именно висцеральный жир – это главная причина растущего мужского живота и показатель проблем с печенью. Конечно, необходимо еще и больше заниматься физически от прогулок до интервальных кардионагрузок, ну то есть от бега до быстрых упражнений на выносливость, когда число сокращений сердца увеличивается от спокойного состояния. Но еще важнее убрать инсулинорезистентность, то есть убрать из питания все сладкое, и перейти на режим питания по принципу интервального голодания и принципу Суворова – ужина, дай врагу. То есть не есть после 16.00, тогда жир с живота при регулярных физических нагрузках уйдет. А гормон роста, то есть гормон молодости, будет активнее и больше синтезироваться. Как и гормон поджелудочной железы, антагонист инсулина – глюкогон, который сжигает жир. Как, кстати, и гормон тестостерон, который также является еще и жиросжигающим гормоном. И именно интенсивные тренировки активируют его синтез. А жир образуется из-за переизбытка инсулина, который синтезируется поджелудочной железой из-за избытка в рационе питания быстрых углеводов, то есть глюкозы и фруктозы, которые, в свою очередь, становятся жиром в печени, ослабляя ее функции. Излишний жир, то есть запасенные таким образом излишние сахара, откладываются в первую очередь именно в брюшном пространстве. Уберите все сладкое совсем, и уже через 2-3 недели половина жира с живота уйдет. Добавьте физические занятия на пресс, и этот процесс будет быстрее, а на смену складок придет пресс. Уберите картошку, хлеб, все крахмалы. Ведь полисахарид-крахмал состоит из мономеров, из молекул глюкозы. Вот почему важно убрать не только сладкое, но и хлебобулочные и прочие крахмалистые продукты. От крекеров до макарон. Ведь они дают сахара тоже и склеивают клетки печени гипотоциты. Посмотрите мои лекции о инсулинорезистентности в сахарах и обязательно о печени. Я оставлю вам под этим видео нужные ссылки. Еще одно очень важное условие, как убрать живот, бока, лишний жир. Обязательно уберите перекусы. Они стимулируют выработку инсулина, и вы перегружаете свое и пищеварение, и печень, и поджелудочную железу. И не лежите, не спите после еды. Уксус яблочный до еды и на ночь. Принимайте по одной столовой ложке на одну треть стакана теплой воды. Только уксус должен быть натуральный, яблочный, гостовский. Ссылку оставлю. Прием уксуса даст вам несколько преимуществ и снизит сахар, и улучшит переваривание пищи, и укрепит защитные функции желудка. Фрукты тоже сахара, помните это. А вот зелень, овощи, немного орехов, это то, что надо. Тот же аминопротеин добавляйте в салат, и это будет идеальным питанием. Помните, что правильное питание не вызывает газообразования и вздутия в кишечнике. А если у вас проблемы с кишечником, нарушен дисбаланс кишечной микрофлоры, принимайте пропионовые симбиотические бактерии Эвита и гельсорбент. Наведите порядок в кишечнике, это основа здоровья. Сильные стрессы. Они вызывают выработку гормона кортизола, гормона стресса, а он помешает вам убрать жир в животе, как бы и чем бы вы не занимались. Кортизол снижает еще и тестостерон и стимулирует накопление жира. Уменьшить аппетит можно, принимая хром. Еще совет. Хотите есть? Пейте воду вначале, медленно, 1-2 стакана теплой воды. Или принимайте фукус гель. Его можно запивать водой. Ну а на ночь я рекомендую принимать гельсорбент с хитозаном для нормализации работы кишечника, для детоксикации кишечника. Хочу предупредить. Не допускайте ошибки в тренировке пресса. При тренировках мышц торса многие допускают ошибки в том, что тренируют только его, чтобы убрать с живота жир. И возникает дисбаланс. Надо же тренировать не только мышцы пресса, но и мышцы спины. Иначе будет дисбаланс. И при сильных мышцах пресса, но слабых мышцах спины будет болеть спина. Будет деформация скелета. Помните, что если вы будете тратить больше калорий, чем получать их с едой в этот день, то живот, бока, весь подкожный и висцеральный жир будут сжигаться. Так как организм будет брать энергию из жировой ткани, поскольку из пищи энергии не будет хватать. А не аккумулировать ее в жировую ткань, как при высококалорийном и быстро углеводистом питании. Немного о продуктах, которые стимулируют жиросжигающие гормоны, проще говоря, сжигают жир. Во-первых, белок, а точнее говоря, аминокислоты. Ну, любой белок, полимер состоит из мономеров, из аминокислот. Самый лучший вариант это протеин 4 в 1 и аминопротеин с витамином В12. Конечно, зелень любая, трава маринга. Но самое эффективное, инновационное, можно сказать, средство, это добавка к пище на основе фиброина шелка. А фиброин шелка это японский препарат, точнее, это уникальный белок, из которого на 75% состоит натуральный шелк. Благодаря своей структуре он обладает функцией жиропоглощения. Он способен адсорбировать избыток холестерена и выводить его естественным путем из организма. Он обладает большой возможностью жиропоглощения, поэтому способствует снижению веса, а также понижает уровень триглицеридов, препятствует тем самым сердечно-сосудистым заболеваниям. Он уменьшает уровень сахара в крови и снижает инсулинорезистентность, а значит значительно снижает риск диабета второго типа. Ссылку на него я вам оставлю под этим видео. Конечно, не забывайте о витамине D3, витамине С, цинке. Они необходимы для нормального обмена веществ. И, конечно, посмотрите мои лекции о сахаре, инсулине, жире и, как я уже говорил, о печени. Это группа лекций. Я оставлю вам ссылки на эти плейлисты прямо под этим видео. Переходите по ссылкам, смотрите видео, конспектируйте. Напишите свой отзыв, комментарий под этим видео. Ставьте пальчик вверх, проверьте свою подписку и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч!